виталий приветствую тебя очередная совместная встреча традиционной для среды как и всегда мы с тобой с двух сторон с позиции техники фундамента говорим о самом интересном что есть сейчас на рынках тех активов которые сейчас кажутся более менее предсказуемыми и тех инструментов на которых локально можно заработать основное фундаментальное событие о котором ранее мы многократно говорили джексон холла но еще только впереди вот к сожалению или не знаю к счастью у нас будет возможность уже по факту о нем поговорить на следующей неделе понедельник потому что так уж сложилось друзья что самое важное выступление этого форума выступление председателя фрс джерама паула запланирована на 17.00 по московскому времени на пятницу то есть когда у нас даже физически не будет возможности встретиться и обсудить это но опять же я отметил что возможно это даже к лучшему потому что понедельник точно уже мы поговорим по факту что было сказано и как это в конце концов подразиться на динамике долга я предлагаю перейти к демонстрации рабочего стола да ну еще можно добавить что вот вроде бы да заседание уже начинается там завтра послезавтра да вот фондовый рынок растет на хаях знаешь ну может быть там какая-то консолидация все непонимание куда пойдем вверх или вниз а он просто растет себе плюс кстати был вот это квартальный отчет уоррена баффета на днях я читал как раз и он там достаточно избавляется от многих акций и не формирует новые портфели то есть тоже ждет возможно какую-то коррекцию ну и плюс конечно много пропустил вот вот много акций которые выстрелили в этом году 21 даже еще с прошлого года он он скажем пропустил их не поучаствовал в этом ралли да ну как говорится всех денег не заработаешь отношения ворота баффета ворона баффета можно сказать что он свое же взял на когда-то давно и может быть и не сильно то и нужно ловить каждый каждый бочетрен но абсолютно согласен то что американская фонда забралась просто на какие-то немыслимые уровни особенно с учетом того фона такого глобального который сложился последнее время и фондовый рынок nasdaq и snpm фактически каждую неделю демонстрирует свое наплевательское отношение ко всем рискам которые кто-то обсуждает где-то там увидел и прежде всего к рискам связанным с ковидом уже сколько раз мы видели эти проявления панических настроений на рынке из-за локальных ограничений из разговоров о том что двадцатый год снова повторится фондовый рынок опять же сегодня вот если закрыть глаза ну кстати вот у меня демонстрация экрана идет уже да вот фондовый рынок вот мы только что затронули как раз сейчас 4383 пункта это новый исторический максимум опять же вот эта коррекция которая была пару дней назад до отметки 4356 пунктов ну прям зеркально мы видим точно такие же локальные прострелы в июне и в июле и кстати говоря вот даже по графику вот этому видно на середину месяца уж не знаю совпадение это или нет выпадают эти коррекционные откаты потом рынок быстро выкупает все это рано или поздно закончится друзья это это нужно иметь ввиду если вы затариваетесь сейчас фондовым рынком вы изначально должны осознавать резко того что вы покупаете на каких-то очень значительных может быть даже не оправданных уровнях и если на рынке начнет развиваться коррекционная динамика это будет серьезный спад это возможно даже будет полноценный медвежий тренд который уйдет с снг гораздо ниже там 4000 пунктов но я пока что ладно раз уж мы говорим про снг еще выдерживаю свой настрой и жду 4500 как психологическая планка для меня мне мои коллеги говорят что 4500 это мало нужно ориентироваться на 5000 пунктов но я давно купил снг и на своих ежедневных брифингах всегда анонсировал именно высокая вероятность теста прежде всего вот этого сопротивление тире нового исторического хая 4384 пункта вот прямо в моменте индекс растет я думаю что сегодня завтра может быть даже до выступления павла а этот уровень будет протестирован и как бы чтобы не попасть в просак не жадничать я рекомендую тем кто ранее открывался все-таки где-то там в районе четырех теста уже спускаться с небес на землю и наверное фиксироваться ждать более ясной картины что касается индекса американская валюта 93 0 4 сейчас котировки в прошлый раз я отмечал что очень много сейчас факторов свидетельствующих о том чтобы фрс сохранил статус кого не торопился с наказом экономических стимулов вот про статистику тоже много говорил про мишканский индекс роничные продажи сегодня будет отчет опубликован 15 30 по заказам товара длительного пользования изначально по прогнозам по ожиданию тоже цифры скорее всего разочаруют возможно это также будет использована паула в качестве еще одного доказательства того что комментирует перспективы денежной политики но отметить что еще не время каких-то изменений но это мое субъективное мнение я буквально скажем месяц назад был практически уверен то что фрс на симпозиуме в джексон холли пересмотрит денежную политику и анонсирует конкретную дорожную карту того как он будет сокращать программу количественного смягчения но из-за того что за последний месяц очень сильно ухудшилась ковидная постановка я сейчас как бы беру свои слова назад допускаю что с стимулирующим афоном и стимулирующая поддержка со стороны федрезерва было бы сейчас легче американской экономики работать еще какое-то время может быть квартал может быть там до ноября декабря этого года поэтому заранее поскольку следующий встреч у нас будет в понедельник я считаю что по факту выступления паула мы получим мощный импульс исходящий по индексу доллара который может привести американскую валюту в данном случае индекса доллара снова ниже девяносто двух пунктов золото в прошлый раз рассматривал с целями там 1800 долларов за тройскую унцию мы были в коридоре вышли из него сделали эту цель сегодня также предлагаю смотреть на золото с точки зрения покупок и использовать опушку байлимит с уровнем 1785 стопост 1775 и цель уже 1825 1830 рынок нефти также комментировал кстати был удивлен то что вы так лихо выкупили ну хотя в начале недели росло все что имело отношение к риску нет тоже не исключение но очень серьезный рост фактически на 10 процентов все что потеряли две недели назад все вернули обратно была рекомендация целостоп с уровня 65 90 но мы до этого тоже не добрались сегодня я нет также продаю через другую атошку то есть ее фактически подтягиваю этот уровень до отметки 69 60 стоп лосс 70 60 и тэй профи в районе 65 долларов за баррель я пока что скептически настроен все таки к нефти из-за сохраняющихся глобальных рисков для мировой экономики из-за именно на мой взгляд все еще актуальных опасений связанных со спросом какого-то серьезного фундаментального позитива я сейчас не вижу хотя многие считают что вот этот рост который последовал начале недели это следствие форс-мажора на одной из нефтяных платформ в мексике мексиканском заливе я сегодня смотрел мне было интересно насколько же было сокращено производство нефти из-за этого инцидента ну серьезно почти на 500 тысяч баррелей в сутки крутая платформа я признаю что это значительный объем и им можно объяснить тем что он как бы выпал из-за вот этого происшествия но судя по тому что также я видел в новостных сводках работу этой платформы уже восстановят концу недели поэтому думаю что этот фактор быстро с рынка уйдет ну посмотрим повлияет ли это в итоге на дальнейшее настроение на рынке нефти получим ли мы конечном счете откат так по рынку нефти обозначил что касается еще американского фонда рынка смп отмечу друзья то что я жду теста 4 500 до пунктов собственно остается все меньше и меньше если вот прям сразу не идем туда если рынок даст коррекцию в район 4 450 считайте что можно выставить там отложку по лимита с цели 4 500 и соответственно а стоп-лоссом на уровне 4420 пунктов виталий слово тебе секундочку так нормально все с демонстрации включил да 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 пошла демонстрация грузится пока видно так так всех приветствую еще раз пройдемся по тем идеям которые я прошлый раз озвучивал это было по индексу доллара я работал на на продолжение роста индекса доллара сам напомню я говорил что я нахожусь вне рынка по данному индексу так как было непонятно что там на рынках происходит на самом деле то же самое и на текущий момент есть предположение что дальше доллар продолжит расти по всем валютным парам но скажем есть там определенные сомнения что это может затянуться на более скажем глубокую коррекцию или даже на более сильные такую движение на ослабление доллара поэтому буду очень осторожен напомню прошлый раз я покупал где-то вот на этих отметках 93 30 примерно вот здесь где-то индекс доллара со стоп-лоссом районе там 93 с небольшим стоп-лоссом данная идея сработала скажем по стоп-лоссу но лично я где-то это мы в понедельник утром обсуждали данный рынок плюс еще с позиции евро доллара как вариант шорт если кто не торгует индекс доллара альтернатива но позже где-то после обеда более детально проанализировал рынки там уже пошли какие-то локальные импульсы я перевернулся по рынку точнее идея идею я перевернулся и шортили доллар франк то есть на снижение доллара по отношению к франку сегодня как раз зафиксировали уже позицию полностью так как тоже есть сомнения о дальнейшей судьбе я потом позже покажу демонстрацию торговые рекомендации которые я давал подписчикам на сегодня продолжаю в принципе транслировать рост индекса доллара это текущая цена 93 покупаем да если еще цена опустится на тест уровня там 92 80 но это там 20 пунктов всего на можно докупиться как вариант со стоп лоссом примерно за уровень вот вот этот минимум это 92 там 40 35 то есть можно пониже вот ниже вот этого минимума то есть если это все-таки коррекция то мы дальше пойдем в рост по данному инструменту хотя есть и сомнения по рынку так как хотелось бы более крупной коррекции то же самое евро доллар вижу дальше на снижение как раз вчера с ребятами со своим учениками обсуждал рост доллара по всем валютным парам там были дивергенции на часовичках вот очень красиво видно то есть и пока пока локально снижаемся если что-то более красиво сформируется до пятницы как раз ты отметил что пятницу у нас не будет битвы но если будет возможность я с утром пятницу запишу открытому микрофону если будут какие-то идеи по рынку если что-то до формируем плюс напомню вот ранее когда мы там я работал на рост индекса доллара по другим валютным парам там австралийский канадский доллар очень красивый был выход со всех инструментов особенно с евро доллара вот для тех кто дальше не верит был у нас недавно дискуссия там с ребятами которые также выступают на маркетс по поводу данного индикатора вот он сигнализировал как раз это с целью обучения то есть рассказываю вот шортил где-то примерно в этой на этой отметке на прошлой неделе и выходил вот на этих минимумах практически получилось вот этот день выйти был сигнал по дивергенции на выход и практически мы отработали весь шорт который мы заходили вниз да ему он отработался вверх поэтому достаточно неплохой индикатор который позволяет мне выходить с позиций допустим там ланга или шорта возможно данный тренд заканчивается конечно не всегда получается так как на минимуме или там на максимуме словить так как есть варианты там продолжение еще какой-то более глубокой коррекции или уже когда ломается данный индикатор понятно он не стопроцентный но достаточно много моментов он показывает на рынке плюс что еще я могу предложить на рынке сегодня это золото да вот прошлый раз я говорил что добить бы хорошо по золоту сделать ложный вот вот этого максимума который у нас есть ну там плюс минус там 1793 с копейками вот мы как раз добили на протестировали трендовую и в принципе здесь может затянуться какая-то шортовая позиция главное чтобы сегодня не откупили потому что если будут поджимать могут дальше пробить эту трендовую поэтому рискованно можно зайти в шорт с текущих это у нас цены 1790 плюс минус со стоп-лоссом за хай который был вчера это там 1810 да примерно обязательно ставить стоп-лоссы потому что вот если будем пробивать данный тренд то можем очень хорошо улететь наверх цели ну локальный хотя бы там сделать 1775 и примерно там район там 1750 это то что я вижу дальше по фондовому рынку пока идеи нету так как показываем новые максимумы есть там моменты по дивергенциям но это контртренд контрглобального тренда то что я обсуждаю там дивергенции по валютам я их больше использую на коррекционных скажем трендах ну условно так в двух словах если взять там евро доллар да то условно тренд вниз да вот эта коррекция здесь дивергенция его можно использовать там принять какие-то действия или там тот же канадский доллар который я в прошлый раз обсуждал глобальный это в пятницу я делал обзор и по старийскому доллару на дневных графиках то есть здесь у нас идет такой боковой глобальный тренд да нельзя сравнивать с S&P 500 то же самое вот была дивергенция на дневном графике то есть она сигнализировала о том что те покупки которые я советовал еще на прошлой неделе там понедельник среда совершать даже еще на позапрошлой они отработались и сигналом к выходу и фиксированию профита является дивергенцией плюс при наличии какого-то свечного паттерна или другой модели с импульсами то есть свечной паттерн пин бар который который синхронизировал о выходе с данного ну там с покупки или там шарта в зависимости от инструмента дальше еще можно подумать о биткоине да забрался он достаточно высоко возможно будет какая-то коррекция по данному инструменту вот я как раз вчера с ребятами обсуждал данный актив он немножко уже падает и если из него сегодня скажем на рынке не смогут выкупить закроется каким-то пин баром то я думаю дальше пойдет коррекция по данному инструменту и можно зайти чтобы не стекущих шартить допустим там селл стопом на пробой сегодняшнего минимума то есть это в районе там 47 500 со стоп лоссом где-то примерно в районе там 50 тысяч да но это по факту то что сейчас рисуется да возможно конечно там войти с более коротким где-то стопом важно как сегодняшняя дневка закроется да если она будет каким-то таким доджиком да ни вверх ни вниз можно будет говорить там с текущих там уже завтра конечно тренд сильный мы тестируем трендовую с текущих но возможно ее будут там ломать на рынке так ну и по поводу джексон холла и индексов напомню еще овал когда был перед ведением там локдауна в двадцатом году когда пошел s&p 500 там и другие индексы никаких не было паттернов просто все обвалилась там на часовичках какие-то импульсы были поэтому возможно там за хеджироваться там кто-то сидит в лангах и по индексам фондовым это покупка там индекса страха конечно все время индекс страха подгоняет к уровню там 16 с половиной потом экспирация дожимает всех и открывается где-то посерединке можно в текущих набирать лонг и посмотреть там до следующей экспирации что что у нас получится здесь у нас заканчивается август дальше сентябрь до середины сентября я думаю возможно набирать ланги и с данного накопления я ожидаю сильный выстрел наверх конечно если до испирации там до середины сентября не будет возможно перекладываться новый контракт да и там ты говорил если ошибаюсь это в сентябре должно быть новое заседание фрс да возможно если там на данном заседании джексон джексон холла ничего не скажет павел то возможно там ближе к сентябрю там середины сентября поэтому это будет на мой взгляд такая идея идея нового квартала точнее на осень очень сильная это покупка индекса волатильности в x тем более а маркет есть такая возможность покупать данный индекс так как не все бракера дают доступ и с некоторыми ограничениями то что они показывают как они удерживают данный уровень поддержки очень тоже был такой момент 2019 вот перед прям перед прострелом наверх тоже сильное накопление удержание уровня и я думаю с данной точки аналогично будет выстрел как то вот так пока есть такие идеи конечно есть сомнения у меня вот по индексу доллара и там по евро доллару по фунт доллар хотелось бы более сильных коррекций поэтому есть есть вариант что евро доллар у нас еще такой рискованный момент у нас пробил такой треугольничек который у нас был за последнее время вот такой нисходящий клин и у нас здесь затянется сильная коррекция то есть вплоть до уровня там 1.19 и возможно кто торгует активно евро купить секущих то есть у нас текущие цены это 1.17.40 плюс минус даже если мы чуть опустимся в район там 1.17.30 со стоп-лоссом в районе 1.16.85 то есть сюда уже не должны сходить если здесь реально лон то есть вот такие разнонаправленные движения то есть по индексу страха по золоту биткоин индекс доллара евро доллар так и пока все ну сейчас покажу еще если получится телеграм то есть та идея которая транслировала скажешь когда загрузится то то есть вот 23 августа да 23 августа как раз где-то после обеда где-то в районе там 2-3 часов я напомню еще прошлый раз я транслировал это покупки франка то есть это еще с прошлой недели на битве аналитиков у себя я тоже ребятам подсказывал но мы его закрыли и перевернулись в шорт потому что были определенные сигналы на то что индекс доллара затянется на более сильную коррекцию вот так там часть закрыли дальше посмотрим что по рынку будет то есть интересное виталий спасибо тебе большое за такой развернутый комментарий по целому ряду финансовых активов за биткоин наверное традиционно тебе отдельное спасибо потому что ну и с моей стороны было бы неплохо озвучить некоторые фундаментальный фон который есть я обещаю сделать это уже на последующих идеях но и ждем конечно джексон холл ждем выступления павла напомню что это пятница уже совсем скоро пару дней фактически получим развязку получим какой-то импульс для движения доллара разберемся как долгосрока действовать и еще раз все с дали для вас обсудим понедельник поэтому ни в коем случае не пропускайте будет интересно виталий тебе хорошего закрытия удачи на джексон холли именно на факте выступления павла но ты точно знаешь как контролировать риски и и так далее и хороших выходных пока пока